Это реальность или игра? Это жизнь? Или фантазии моего ума? Это моё я проводит эксперимент? Или эксперимент делает моё я? В любом случае мы только наблюдаем. Как написать книгу за 90 дней и сегодня день первый. И я начну с практического момента написания книги. Что же главное в том, чтобы начать писать книгу? Наличие ручки, бумаги, компьютера, наличие времени, наличие места или наличие темы. Имея свой практический опыт написания книг, для меня тема это не сложно. Тема возникает из любой ситуации, которая происходит в жизни, из любой картинки, которую я наблюдаю, из любой фразы, которую можно услышать. В общем, тема возникает легко, тема может даже возникнуть так. Ты садишься, начинаешь писать, и тема сама появляется из ниоткуда. Так же, как и все герои в твоей книге. Ручка, бумага, компьютер. Всё это тоже не сложно. С моей точки зрения, самое важное, это найти время и место. Ну или так, скорее всего, мы это объединим два в одном. Время и место. Если вы работаете, и у вас нет времени, чтобы целый день и целую ночь, и целые сутки сидеть, писать и писать, и писать, то вы можете поступить очень просто. Вы можете выбрать для себя, скажем, час утром, если вам удобно утром, или там час вечером, если вам удобно вечером. И пока все спят, утром или вечером, вы садитесь в каком-то одном определенном месте, на кухне, в спальне, в коридоре, в прихожей. И этот час пишите. Причем оставаясь один на один с самим собой. Ну или не совсем с самим собой, а еще и со своими героями. Если у вас есть возможность, и вы можете все время посвятить написанию книги, то тогда вам нужно найти место, в котором вы, по возможности, останетесь абсолютно один и погрузитесь в написание своей книги. У меня чаще всего происходило так, когда возникала тема, возникало и пространство, в котором можно было писать эту книгу. Несколько лет назад, когда у меня возникло желание написать книгу, под впечатлением моей поездки в Индию, произошла следующая ситуация. Мы сидели вечером с друзьями, я говорил о том, что я мечтаю писать книгу где-нибудь за городом, это было в Москве, в большом доме, чтобы я там жил один, и чтобы мне еще за это платили. Все посмеялись и сказали, ну ты как всегда очень много хочешь. Но через три дня мне позвонила моя хорошая знакомая и сказала, Саша, это чудо. Мои друзья уезжают куда-то за границу, и у них есть дом на Рублевском шоссе, в общем, хороший, большой, благоустроенный дом, в котором необходимо пожить, и они готовы тому, кто будет за ним присматривать, даже платить деньги. Я, конечно же, согласился, и у меня появилась возможность находиться в доме одному и писать книгу. Сейчас сложилась примерно такая же ситуация. Меня пригласили в Польшу, и когда я задал вопрос, зачем, не скажу, как зачем, Саша, конечно же, писать книгу. И вот я здесь, в Польше, в домике, какой домик и какое место, в котором я буду писать книгу, я снял отдельное видео, и смотрите его в приложении к этому видео. Но, а пока я еще раз повторю, да, практика. Итак, не переживайте, если у вас нет темы, не переживайте, если у вас нет возможности все время посвятить написанию книги. Возьмите хотя бы какой-нибудь маленький отрезок времени, который у вас есть, может быть, даже час в день, и начните каждый день в одном и том же месте просто писать. Тема появится, книга появляется не сразу, не в один момент, не за один день. Но если вы каждый день будете продолжать систематически это делать, она, конечно, у вас появится. Ну, а я еще расскажу о том, что я обещал рассказывать, что я сегодня делал, какие мысли у меня были, какие чувства я переживал и какие ощущения на теле я наблюдал. Итак, что я сегодня делал. Так как я вчера вечером поздно прибыл в дом, и было темно, я ничего не видел. Первое, что я делал, я исследовал пространство, и я наблюдал красоту, которая вообще на земле присутствует, и мы часто ее не замечаем. Итак, первое, что я делал, я любовался красотой мира. Второе, что я сделал, я искупался в озере, на берегу которого я теперь живу. Несмотря на то, что сейчас октябрь, и очень холодно, но это было бодряще. Дальше я совершил пешую прогулку, и нашел, я гулял по такой аллее старых-старых грушевых деревьев. Груша падает, прям где под ноги ты берешь, и можешь ее есть, и получать удовольствие. И самое главное, что я, конечно же, делал, и ради чего вообще все это происходит, я сегодня писал. Писал увлеченно, с интересом, несколько часов подряд, прям начиная с самого утра, и обнаружил то, что сначала у меня был запрос на одну тему. И когда я стал писать, оказалось, что тем появилось целых три. И я не буду пока что торопить время, сегодня всего лишь первый день моего эксперимента, поэтому, может быть, я выберу какую-то одну тему, а может быть, я буду сразу писать три. А что, наверное, это круто, написать три книги за 90 дней. И кто знает, какие чудеса еще возможны в этом мире. Так, это то, что я делал по поводу моих мыслей. Мысли были в этом же радостном ключе. Какой красивый мир, какая прекрасная жизнь. Эмоции, соответственно, были тоже в этом же ключе. Радости, счастья, удовольствия, наслаждения. И ощущения в теле, неприятных ощущений никаких не было. В общем, они были в том же направлении, что и чувства, и в том же, что и мысли. Ну, в общем, жизнь прекрасна и удивительна. Итак, я продолжаю свой эксперимент. Встретимся завтра. Давайте будем вместе писать книгу. Не только мою. Я предлагаю всем начать с сегодняшнего дня писать свою книгу. Начните писать о своей жизни, о прожитом дне, о своих каких-то отношениях, о вашей какой-то поездке. Давайте вместе будем писать наши книги. Итак, я жду вас завтра готовыми писать книгу. И я буду вам дальше рассказывать о том, как писать, что писать, зачем писать. Удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!